О, вот это является маской сегодня. Почему вода горела? А сейчас объясню. Сероводород. Сероводород, и она такая очень целебная. Поэтому такой, да, ноу-хау. Так. Привет, привет. Подскажи, пожалуйста. Где пиявки заказать? Вот я хотела сейчас поговорить с вами на эту тему, потому что я в Сочи. Кинулась, я не могу записать видеокурс, потому что нету нигде пиявок. Или они за баснословные деньги. Авито в помощь. Единственное, что я вас попрошу, не ставьте их просто так. Не будьте самоучками, потому что натворите делов. И в интернете можно найти, но найдете все неправильно. Там очень важная постановка изначально, как вы ставите, на что, при каких болезнях. Я все это вам расскажу. Нет, я не перекрасила волосы. Такая же до сих пор рыженькая. Спасибо большое. Вот, поэтому да, мы в Сочи столкнулась. У нас пиявки по 150 рублей. Вот. Их нет. На самом деле я столкнулась с этой проблемой в Москве. Я заказывала со Старопольского края. Но это до Москвы. Здесь я не знаю, как... Вот я там нашла мужичка, у него несколько штучек есть. Всем здравствуйте. Постараюсь для вас записать... У меня почему курс зависает? Потому что я не могу записать вам... Вот я считаю свою методичку, все восстанавливаю, вспоминаю все, чтобы вам очень отчетливо и доступно объяснить. Кстати, еще нашла, знаете, что обучение герудотерапии стоит 28 тысяч рублей. Понимаете, да? Ну, то есть я платила тоже немало. Я в долларах платила. Но у меня будет совсем все по-другому. Я, конечно, вам не расширенно дам курс. Не, будет у расширенной, ну, будет дороже, да, там, и не расширенной. Но не расширенной тоже очень хороший. Почему? Там самые важные постановки, ну, большинство, они всему подходят. А которые расширены будут, я там даже расскажу, как прорабатывать стволовые клетки в организме. Я снова, да, в эфире, я без вас не могу. У меня муж пока учится, там занимается, и мне хочется поделиться. Так, совершенно же хорошо. Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте, девочки, здравствуйте. Так, а что с пьянками, что за тема? Я пропустила. Я отучилась на герудотерапевта очень много лет назад. С чего пошло? Тут мы как-то перегуляли, когда мы ушли с дома дома, перегуляли с мужем. Я после гулянки всегда ставлю себе за уши пиявки. Но я могу себе сразу поставить, потому что я не живу без пиявок вообще. Они у меня присутствуют ежемесячно. Нет-нет, за уши там разные точки ставлю. И вот я вышла в прямой эфир, у меня за ухом была уже там залиплена штучка и такой, знаете, тампончиком специальным. А здесь еще висело. И девочкам стало интересно. Вот. И я рассказала, что я отучилась на герудотерапевта после того, как был у мамы микроинсульт. Что делает пиявка? Она помогает разжижить кровь, вывести холестерин, нормализовать сосуды, снизить давление. Короче, там бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Всего очень много. Также способствует поднятию иммунитета. И я почему думаю, что сейчас происходит в стране, ну я не знаю, может во всем мире, пиявки, возможно, сейчас покупают, и их нигде нет, только из-за того, что они очень хорошо поднимают иммунитет. Взрослым людям, мужчинам очень полезно ставить, так как и женщинам, так как у женщин прекращается менструация, у них не обновляется кровь. И у мужчин, тем более, мужчинам вообще всегда надо ставить. Поэтому я думаю, что сейчас люди поняли, что никакие таблетки не берут, не знают, чем лечиться, и поняли, что надо прибегать к нетрадиционным медицинам, что крайне полезно очень. Так, привет, Ксюша. Так, я видела это. Так, сейчас, извините, Ксюша, всем здравствуйте, где муж? Муж учится у меня в наушниках. Что делали на выходных? Так, сегодня мы ездили, ходили в экатур, легенький такой, решили на следующий выходной запустить опять. Вот, и развеялись немножко, муж еще там поиграл в волейбол, приехали домой. Как дела в Сочи с ковид? Я не знаю. Я, я социальный человек, без понятий, я не знаю, не хочу вам врать, но у нас, в принципе, кинотеатры так и не открывались. Почаще в эфирах входите вы классные, Саша. Хорошо. Так, я читала потом, долго кровь идет. Так, рассказываю. Вот то, что выходит с вас, долго кровь, а это прекрасно. Поверьте, это дурная кровь выходит. Там не только кровь. У меня, например, уже так очень редко, так, чтобы с меня холестало. То есть, ну, организм знает, сколько дать и сколько нет. страшно, когда вы вот так за ухом поставили, это маленький, маленькая такая дырочка от пиявки, а выходит вот такой кусок мяса, сгустка. То есть, вы понимаете, да, прям слышно, как он ползет, и так сгусток. А сгусток где-то находится в голове у тебя. От этого и тромбы, так как у меня врожденная тромбофилия, мне нужно жить с этими пиявками. Нет, нет, да и ставить. Вот, поэтому то, что идет, оно долго не пройдет. Вот я ставлю вечером, ночь у меня протекает, и все, я утром уже не теку. Но если вы дома сидите, вы можете с утра поставить, чтобы вы менялись постоянно. Где купить, как ставить, перед надолго. Так, смотрите, я все буду, я делать буду курс под вас. Курс будет стоить недорого. Я сделаю доступно. Вообще просто, чтобы всем девочкам было это в обиходе дома. Развернутый курс будет чуть-чуть дороже. Такой, например, будет тысячу стоить, а развернуты две. То есть, вот такая будет приблизительно ценовая-ценовая политика. Нужно просто пиявок найти. Не могу вам на воздухе рассказывать, показывать, как поставить и так далее. Но это очень крутая вещь. В своей жизни я поняла, что женщина должна уметь это делать в своей семье, мужу, детям. Особенно в зрелом возрасте. Кровопускание, вот просто почитайте, что такое кровопускание. Можно хиджава делать, можно пиявки, но пиявки, там у них еще герудин, прекрасное вещество такое, не до конца изученное, кстати. так. Да, возможно, поэтому и нет сейчас пиявок. Да, нигде нету, как у вас, с коронавирусом. Так. Если честно, не знаю, что кто болеет. Очень интересно найти. Как дела с голоданием? Короче, так как я купила все травы, которые мне были нужны, после того, когда я пропила сульфат магния, я почитала, на каждой траве написано противопоказание беременности. А я не знаю, когда я забеременела, понимаете, может я уже, может нет, поэтому не буду рисковать пока. Пока интервальное голодание. Смотрите, найдете, в каждом городе есть. Объясню. Ищите на Авито, ближайшие города, автобусом вам их передадут. Вот как со Ставропольского края ко мне приехали, они в Москву. Ничего страшного, все, приехала. Там в тряпочку как-то, все, я первый раз так получила. Один раз используете пиявку и все, надо утилизировать или выпускать ее куда-нибудь. Но знаете, я раз попробовала, три месяца я ее не кормила и она опять становилась на меня. Ну то есть жива, здорова, все нормально. Любишь печенье, всегда кто какое. Овсяное. Вот. Короче, у тех людей, у кого проблемы по-женски, это раз. Потом холестерин повышенный, это два. А потом тромбы, это три. Ну очень, на самом деле, пиявки лечат все. У меня мигрени часто, поэтому у меня за ушами нет-нет, да висят эти сережки. Я позволяю себе все по-сладкому, я позволяю себе все до 12 дней. Ну бывает такое, что я кофе там с какой-то конфеточкой. Да, кайфажер я, конечно. Сашка занимается делами. Можно сделать медклиники. Ну вам никто их не отдаст в медклинике. Послушайте, есть разница в медклинике, почему я обучилась, потому что в медклинике они ставят вам на 20 минут, потом по голове ей дают спиртом и снимают ее. А я дома ставлю, вот пока она не наестся. Она у них же, смотрите, у них разное настроение может быть. У них может быть настроение, когда плохая погода, сонная, или они злые, не хотят становиться. Разные бывают, да, вот у человека плохая аура, ну не то, что он злой, а то, что у него заблокировано все. Пиявка очень чувствительная, может не становиться, прям ее принуждаешь. Вот она не хотя, там пытается как-то вам помочь, она думает, блин, вот ты взял меня. Я почвы ужасно боюсь. Так, в медклинике попробуйте сходить, не знаю, может быть, как-то вам повезет, но я поняла, что мне проще делать это все самой. Кого больше хотел, либо мальчика, либо девочку? Мне без разницы, клянусь, вообще. Без разницы, ребеночка просто здоровенького, полосивенького, такого сладенького. Кого бог даст, не могу загадывать. Но хочется и мальчика, девочку, а там кто первый, не знаю. посмотрите, я тоже боялась пиявок, даже не боишься, больше такое, брезгливо. Но после того, когда я увидела, как они помогают, что они делают для организма, я поменяла к ним отношения. Помните, были эфиры, когда девушка говорит, вот я не хочу идти на работу, туда-сюда, или меняй работу, или меняй отношения к коллективу. Все. Одно из двух. Сохраните, пожалуйста, эфир. Вы мое успокоительное. Сохраните. Как приятно. Больная поджелудочная при таком заболевании помогает? Помогают везде. Но опять же, сразу на поджелудочную ставить нельзя. Нужно открыть некоторые точки перед тем, как перейти на поджелудочную. Поджелудочная у вас что? По сахарному диабету? По сахарному диабету они потрясающе помогают пиявки. Вот у мамы мои прединсультные, сахарный диабет, барикоз. Вот у мамы три показания, для чего нужно было ставить. Я лечила и все. Лимфатическую систему, варикоз. Потом у кого остеохондроз, прекрасно они помогают. Ну, короче, там у девчонки вообще просто кайф. Да, сохранем. Больно, когда она сидит на тебе. Нет, она вас кусает, так цык, такое сжение чуть-чуть, и все, больше вы ее не чувствуете. Классно, когда вы не видите, что на вас ставят. Вот это мне противно, я же это ставила. Короче, я даже сама себе ставлю. Но я уже просто изменила отношения. Я занимаюсь геродотерапией три года. Три года, каждые три месяца, то есть я проставляю пиявки. Расскажите про плохую ауру и блоки. Ой, ну это отдельная тема, девчонки. Тут уже мы пиявок разнесли, подождите. Девочки, почитайте, а если камни. Камни они не гонят, но мочеполовую систему они лечат. Так, почитайте про них, на самом деле, это очень потрясающие ребята. Они поднимают очень хорошо иммунитет. Но я для себя понимаю, что мои головные боли и мигрени, это тоже сгустки в голове, пониженное, повышенное давление. Это вот я себе ради этого ставлю. Здравствуйте, а у вас можно? Я не развожу пиявок, я вам могу дать, смотря где вы. Ну, вообще в фабрике, в фабрике специальные сертифицированные пиявки продают. Сколько стоит, сколько пиявка сидит на одном месте? Она на одном месте у вас и просидит, пока не отпадет. Все, это место у вас работает уже, ее укус, полгода, один укус. То есть, если у вас точечно, например, вот девушка писала, болит поджелудочная, вы проставляете сначала определенные точки, потом переходите на поджелудочную и там же поджелудочная такая с хвостиком и по всей поджелудочной ставите потом пиявок постепенно, постепенно, постепенно. Возможно, даже после укуса у некоторых людей, вот как у моей мамы, синяки. А синяки, это значит в этих местах проблемы. А проблемы у мамы везде, и на шее, и на животе, везде. Живот, это самое важное, то, что надо продавливать, делать вакуум, хотя бы, хоть какое-то. Так, пиявка, покинули чат. Пиявки покинули чат. Напишите хотя бы пост, очень интересное стало. Напишу пост обязательно, подготовлю вас к видеокурсу, он будет доступный. Правда, поверьте мне, это поможет каждой семье, в каждой семье хотя бы должен быть один в семье Дуримар, чтобы помогать своей семье. Я большая пиявка мужа. Это тоже неплохо, слушайте. А пиявки, они же где-то искусство выращиваются. Да, искусство выращиваются на фабриках специальных. А если густая кровь? Вот у меня густая кровь, тромбофилия. Пиявки в помощь. У меня тоже с головой проблемы. Послушайте, после постановок пиявок, вот я маме, когда у нее был микроинсульт, проставил 50 штук за курс на голову. То есть, воротниковая зона, там голова. Чтобы вы понимали, у нее зрение улучшилось. Когда она плохо видела, она потом оп, и говорит, Ксюх, даже улучшилось зрение, то есть нет головных болей, ничего. Скажи, что у вас с губами уже от... Если вам можно еще исправить, если бы так и ходить. Что? Опять с моими губами отстаньте. Так, привет из Краснодара. Здравствуйте. Алена Васильевна. Проблем с головой. Но есть такое. Так. Где Задойнов? Задойнов там учится у меня, сидит. Задойнов у меня обучает свое направление. Желаю счастья всей семье. Спасибо. Пост про ауру или про пиявок тоже интересно. Хорошо, все напишу. Если честно, я не очень... Почему я делаю прямые эфиры? Я не очень люблю вот эти посты там трехэтажные писать. Так. Есть проблемы с легким пиявком, помогут, например, при астме или коронавирусе? Я не знаю. Я настолько глубоко... То есть я не слышала, чтобы при коронавирусе стали... Хотя, смотрите, они антивирусные создания и противовоспалительные создания. То есть, смотрите, их используют люди, у кого СПИД очень хорошо используют их. То есть они обновляют свою кровь, они так продлевают себе жизнь. Они вбирают в себя вирусы, эти пиявки. И герудин впрыскивает, чтобы помогать людям как-то справляться со своим вирусом. То есть даже я не удивлюсь, если работают пиявки на легких. Откуда? Вот вообще, блин, запросто. Каждый день уже все новое интересное рассказывает нам. Я же говорю... Так, откроем. Я не буду рассказывать, чем сейчас Саша обучается. Это Саша направление. Все потом узнаете. Пусть учится. Мне, 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 мне самое главное ему не мешать. Вот. Помочь им ничем не могу, а вот самое главное не мешать. Конечно, я помогаю мамочке. И сейчас мамочка осталась с пиявками без меня в Москве. И нет-нет, да и боится, жалко себе, знаете, поставить, хотя на животное легко там ставить. Жалко себе поставить, потому что это же они там босинички оставляют. Я сейчас съедала тренделей, говорю, так, быстренько. У тебя такая радость, я говорю, со Ставропольского края тебе заказала пиявок, я тут нигде не могу найти. Они у тебя там пропадут. Что это такое? Ну, короче, мама все меня выслушала и поняла, что нужно заниматься здоровьем. Чем днем занимались? Ездили в Экатур, прошлись, погуляли немножко к водопадику, вот, и муж потом поехал на волейбол. Да, маяк, ну, когда будет курс, а в медучреждении пиявок куда девают? Большого человека такую-нибудь, ну, как он. Так, смотрите, они утилизируют пиявок или в соль, или в хлорку, то есть убивают в медучреждениях. Это одноразовая вещь, и они на себя не будут брать ответственность такую, чтобы, не дай бог, там, не думайте, что они пиявку с кого-то сняли, но вас поставили, чтобы мозги на место вставили время. Постановка пиявки в клинике. Я вот изучала в Москве две с половиной тысячи рублей, ставят на 20 минут три пиявки. Вот, две с половиной тысячи рублей. И вы потом еще едете домой, протекаете, вот это все очень неудобно. Ты дома, ну, у меня, например, когда я не умела ставить, я вызывала дуримара, я так называла. Женщина приезжала ко мне с баночкой пиявочек, вот она мне там все проставит, меня все укутает и уезжает. Я дома лежу там себе, постепенно протекаю кровью. но ощущение после курса, конечно, колоссальное. У вас не болит голова, у вас не зашлакованный организм, вы высыпаетесь очень быстро, то есть, если есть накопленная усталость, которая вы там, плохое настроение, организм, когда зашлакованный, он же без настроения, депрессии и так далее. поэтому пиявки делают свое дело. Есть еще какие-то вопросы? Кончились? Девчонки мои. Сань, ты там закончил? Нет. Спасибо большое. Привет, привет. Так, вы, наверное, только зашли, да? Хорошо, сохраню эфир. Да на самом деле, чей их сохранять? Я каждый день делаю эфир, и удалось вам помнить Дмитрий. Кстати, пиявки даже ставятся вовнутрь, туда, к женщинам, вовнутрь. И так наполняется эндометрией. Ну, если честно, я не проверяла давно, надо по циклу сходить на УЗИ и проверить эндометрию. Так, в Челеменске очень много болеет моих знакомых, я сама, мы уже приболели. Да все мы переболели, кто в легкой форме, кто в какой. Хотите всю жизнь в Сочи прожить? Вообще не знаю, что меня переклинит через пару лет. Вообще. Я понимаю, что я хочу здесь рожать детей. Это 100%. Это то место, где я хочу, чтобы дети у меня немножко стали на ножки. Да, морюшко, все такое. Ну, а потом я не знаю, как все пойдет. Так, а вы... Не, назад на Дом-2 не хотим. Если панкреатит, она же не лечит. Она вам разгрузит поджелудочную, но не вылечит панкреатит. Смотрите, если вы будете проставлять раз в полгода, то у вас не будет сохнуть поджелудочная. И панкреатит это дальше, потом сахарный диабет. И, конечно, вам нужно держать очень хорошие диеты. Какой там стол специальный. В Москву вернетесь? Не знаю. Возможно. они живучие пиявки, как они так, как они в других городах живут. специально их там укладывают как-то, водички, все такое. Вообще, в Москве мне доставляют их в ведерках таких пластмассовых. И водички. Мелена, почему вас так, Саша, интересует? Вы, случайно, не Элина? Какая Мелена? Мне вообще никто не интересует. Вы о чем? Это вы мне задаете вопрос? Интересно. Тут уже все переписываются. Так. Здрасте, Ксюша, Сташкент. Здрасте, подойдет проверять. Там сюрприз терапия не терапия не так оторваться тромб. Нет, смотрите, тромбы все рассасываются. Представляете? Даже больше скажу. Парадонтоз, знаете, такая болезнь, которая, ну, вот, зубы прям разъезжаются. Вот, ставит пиявки на десна, и парадонтоз, тот, что невозможно остановить, останавливается. Вот так вот. Вы любите выпить с мужем вдвоем? блин, мы можем, можем выпить винишко, ну, мы не бухаем, мы не бухари. Если с этого назвать. Так, с кем-то, вот, общайтесь. Да сейчас уже ни с кем, у них там человек года, они там все на этом помешаны, поэтому мы никому не звоним и не пишем пока. А сколько штук надо ставить на сеанс? Вообще, пробный сеанс мы ставим одну-две, ну, три максимума. Смотрим, как реагирует организм. Могут быть разные реакции, могут быть вздутия сильные и так далее. Очень много моментов, которые я буду в курсе. Сейчас не буду этого рассказывать, в курсе все расскажу, как предотвратить все, как обезопасить, как чтобы не было, как это называется, знаете, что можно, если есть аллергия, вот, если аллергики, надо аккуратненько все это делать. Красная щетка, я знаю, мне есть. И Боровая матка. Так, ну, их нельзя при беременности, по-моему. При беременности, по-моему, их нельзя, мне есть она. Так, нет, которая постоянно за Сашку спрашивает. А я не знаю. Так, а почему Герой Депресец читается нетрадиционно? Да потому, что у нас таблетки традиционно, понимаете? Когда-то очень много лет, я даже вот сейчас читаю литературу, 4000 лет, чтобы вы понимали, ставят пиявок. И когда-то только лечились пиявками. Попа заболела, пиявку на попу, живот заболел, на живот пиявку, голова заболела, на голову. То есть пиявками лечили все. В каждом доме были пиявки, всегда. Но потом пришла химия в нашу жизнь, появились таблетки. Вот. И как бы это быстрее. Пиявку там ты за один раз не вылечишь ничего себе. Там долго это все. А пия таблетками пил, пил, и все у тебя получилось. Так, привет, вы сочи живете теперь? Да, да, да. Красная щетка помогает. Ксюня, я тоже никак не могу родить. Маленький мой, все будет хорошо. Но ты помоложе, мне 86-й год, я 84-й. Спасибо большое. Я после боровой матки забеременела. Не могла 10 лет забеременеть. А боровую матку, смотрите, там надо пить красной щеткой боровая матка. У меня, мне кажется, проблем с этим вообще нет. Если у вас сильнейшие головные боли, это называется мигрень. Пиявка это самый лучший лекарь головы, поверьте. У меня такие были мигрени, что мне хотелось отрезать голову. просто. Кто на Думе 2 настоящий, кто играл, по нашему мнению. Да там каждый пуху на себя накидывает. Но в основном там все, смотрите, там нет придуманного ничего, там просто преувеличивают все. А красная щетка опасна. Почему? Ну что, возьмем кого-нибудь в прямой эфир? Вот женщина хочет со мной в прямой эфир. подключение. Подключение. Так, ну что, Галина? Галина, вы в эфире? У Галины плохая связь. Все понятно. Так, девочки. По поводу красной щетки боровой матки. На самом деле, это сильные травы. У меня, кстати, есть, надо действительно почитать. Может быть, еще можно мне их попить? Я знаю, что такое мигрени. Это ужасно. Реально хочется голову оторвать. Да. Так вот, пиявочки помогают. Постановка шикарная. Сами себе. Я знаете, как делаю? Шприц обрезаю. Такой толстенький шприц. Туда их засовываю. Так вот. Чика. Сама она там бульк присосалась. Так же отвалилась. Мы сюда наложили тампончик такой. Все прекрасно. Головные. Вот если у вас мигрени, значит, у вас идет, вы знаете, кислородное голодание. Сильнейшее. Ну, понимаете, да? А пиявка можно делать кровопускание. Ну, вот это хиджава. Но пиявка, она дает еще вот эти ферменты сумасшедшие, которые кислородом насыщают вашу голову. Как у вас погода? Все замечательно. я знаю, что такое мы. Так, это все. Ксюша, привет, Ростов. Да, приветствую тебя, ваше солнышко. Спасибо большое, девочки. Погода у нас шикарная. Мы сегодня гуляли. Ходили, вакатур. На следующей неделе, если нас кто-то смотрит из Сочи, мы собираемся в шикарное место к большой компании. Будет очень весело. Мы сделаем несколько практик, продышимся, наберемся энергии. Сделаем, может быть, на прямом эфире, если там будет интернет. В основном, куда мы ходим, там интернета нет. Что такое баровая матка и красная щетка? Это травы, такие женские, женский состав. Какое у меня образование? У меня высшее, но я ни разу по своему образованию не работала. Туризм, гостиничный, ресторан, бизнес. Я работала тем угодно, только не в этом направлении. Так что так. Так, объясните, пожалуйста, про баровую матку и как ее пропить? Ничего не могу рассказать, интернет-помощь, потому что сама забыла, я покупала уже готовый сбор, такой, знаете, там была написана баровая матка и красная щетка, уже в водичке, то есть на спирту настояна. Мне говорили по 25 капель каждый день, но есть еще и чаи, которые завариваешь и пьешь. Не знаю, в каких пропорциях, поэтому все смотрим в интернете. Ксюсистрап дает в Сочи гостиницу и хочет переехать в Краснодар. Отговариваем ее. Отговаривать, конечно, что за гостиницу, почему в Краснодар, почему надоело и в Сочи, что такое? Может, ей много денег предложили на гостиницу? С кем, пожалуйста, какая гостиница? Интересно. Мы похожи с мужем, да? Не знаю, чем мы похожи с ним. Я такая красивая, и он такой красивый. Так, ладно, я шучу. мы и не экскурсовод. У нас есть, у нас есть, кто ведет экскурсию. Я сама люблю туда ходить. Я буду проводить практики. Муж мой тоже там будет. Мы очень любим походы эти все. Вот. Мы созываем народ. Будет очень веселая эта компашка. Ксюша, надо сменить косметолога. Фильтр неправильно распределяет. Извините. Хочу убить, просто, знаешь, у меня фильтр, видите, сразу нарисованный какой-то там этой звездой. И свет еще так. Так. Спасибо. Ну, все. У меня, видите, испортили настроение, что не такой фильтр. Сейчас мы что-нибудь придумаем другое. Это что такое? Нет, это вообще куда-то глаза разъехались. Так. Ладно, фиг с ним, короче. На улице Рос, рядом с ЖД вокзалом, у нее там гостиница. А что, ну, долго работала. То есть, она у нее в процессе работы, что, ну, она хочет избавиться, да, так понимаю. Спасибо. Так. Все нормально. Так, 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 девочки. Что-то подвисает, да? Отличный фильтр. Здесь у меня губы большие. Так, ну что? Мы все обсудили с вами или нет? А то, что гостиница у нее, видимо, не ты сама, не приносит столько денег, сколько бы хотелось. Заниматься ее надо. Пусть она попробует, может сдать ее в аренду. Можно показать комнату, в которой снимаешь. Это моя спальня. вот такая вот спальня. И все в зебре. Ксюша, а название компании можно узнать в Старопольском крае? Это женщина. Так, 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 я вам сейчас ее не найду. Напишите мне в директ, я вам пришлю телефон ее. Созвоните, спросите. хочу в Сочи переехать тоже, а муж против. Да уговаривайте его. Уговаривайте приехать сюда зимой. Приедьте зимой, посмотрите, какая здесь кайфушка. Красная поляна чего стоит? Чего стоит Сочи? Сколько здесь мест шикарных просто. Квартира у нас. Так, не переживай, само головой твоей изюминкой, обаяния. Ксюша, ты сидишь на диетах да нет, не сижу, потому что я не знаю, я же в ожидании, когда, может, нельзя уже диету. Зато начинаю пить дюфастон, подаю таблетки в день и понимаю, что я скоро настану. Здрасте, здрасте. Ну, это не самое важное, мне самое важное карапузик, остальное все мы потом стряхнем, это все фигня. гормоны в моей жизни будут присутствовать у беременности, к сожалению. Мне кажется, в сути скучно, смотря, что вам нужно. Свинья грязь везде найдет, поверьте. Но здесь и культурно можно отдыхать, очень круто. И море у тебя. Ну, мне кажется, сюда одиночками можно приехать, когда ты молод. Вот здесь многие пары приезжают и женатыми, и уезжают разведенными. Я вот замуж вышла, видите, все как получается. Кому что нужно. Так, а сколько стоит съемная квартира? Я тоже. Я не знаю, я не снимала никогда квартиру в Сочи. Сейчас цены чуть-чуть сошли с ума, на самом деле. Что пили для того, чтобы забеременеть? Я еще не беременная. Главное здоровое дитя. Сто процентов. Назначили мне дюфастон. По моей кулаграмме сказали только дюфастон подходит. Плюс я еще пью в Салдуя разжижение крови. Сильные таблетки, кстати. Так, у меня гормональный сбой. Надо к эндокринологу. С этой эпидемией ни один не работает. А к плану не хочу дорого. Вы знаете, лучше расходить к одному платному, чем ждать, когда выйдет бесплатный и фиг знает, что он пропишет. Не жадничайте на себя денег. У меня подруга сидела год на гормонах. Разнесло ее. Но она забеременела и родила доченьку, а потом и себя привела в порядок. Ну, я думаю, что буду надеяться, что гормоны меня пощадят. Привет, Белоруссия. О, была феврале, все очень такой кайф, все цвело, купались даже и загорало. Вот, видите, вот, но я могу так сказать. У меня здесь веранда, утром просыпаешься, муж у меня сейчас, я просто филоню, а муж у меня каждый день занимается, ну, чуть-чуть растяжка, йога такая. Ты садишься, тебе так лупит солнце, что можно реально загорать. Ну, сейчас ноябрь. В декабре, может быть, сезон дождей будет, потому что на поляне будет снегопад. Да, муж у меня учится, в сале сидит, я в спальне. Ксюша, какой у вас цвет волос натуральный. Я не помню, седой. Короче, я начала сидеть в 24 года здесь мне. Ну, у меня такое, знаете, темно-русый, темно-русый более такой, если честно, я уже не помню, какой у меня цвет волос. Ну, более такой, рус, темно-русый. Привет, привет из Томска, привет Томск, еще тепло, да, кайфово. Вот, девочки, жду 15 число, буду менять амплуа, буду блондим. Жду, когда там моя фея найдет время для меня. когда я с беременею, такие же гормоны, тюфостон до какого-то времени. Я была в платных клиниках Нижнем Новгороде, 10 лет врачи не знали, как меня лечить, просто деньги берут и все. Мама говорит, что бесплатные врачи тоже есть, хорошие. Вот, хочу попробовать к ним. Попробуйте. Просто вы время теряете, поймите. Вы тут сплошной позитив, а на Доме-2 вы были какой-то нервный. Вы, наверное, смотрели, да, во-первых, там, конечно, нервы. Я вот так вот сидела, все время кусала себе губы, нервяки. Все время ты сидишь на иголках, ждешь какого-то подвоха, ждешь, что тебя сейчас разнесут вдоль и поперек. Привет, как работаете? Сегодня не работала. Могу себе позволить, в воскресенье. Сидишь в воскресенье? Или завтра в понедельник? Спасибо большое. Ого, блондит, там такой свет идет. Мне и светленько будет хорошо, но я делаю всегда прикорневое затягнение, а потом светлый. Не знаю, что получится. Рыжие еще так сложно будет вывести. Что такое АФС? Если диагноз АФС, цикдиофастон не поможет. Не понимаю. У меня репродуктолог, очень крутая, доктор и... А ты сама родом из... Нет, я родом из Украины. Я хохлушечка. Хохлушечка, приехавшая, 18 лет, в Москву. Я знаю, зарплата повара мне не позволяет по платному ходить. Буду надеяться, но лучше. Спасибо за ответ. К сожалению, да, у нас такая жизнь. В аптеку заходишь и тратишь такие деньги, вообще думаешь, господи, а как же бабушки эти бедные? Ксюха, ты в Дивеево, Саша, уезжай, а потом к Матроне будут дети. Я была без Саши и в Дивеево, и в Матроне. Все нормально. Ну, хоть Саша встретила, слава Богу. Повенчались мы, но я думаю, что все, всему свое время. Так, я с Харьковской области. Да, все хорошо. Так, спасибо большое. Все, девчонки, я всем желаю хорошего вечера. Приятно было пообщаться. Всех целую. Сохрани эфирчик, если кому-то надо, посмотрите. Завтра я его удалю. Все, пока.